МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то время, как огромный шар несется сумасшедшей скоростью сквозь космическую пустоту, существа на нем продолжают прятаться от бедствия, которое его настигло, вновь одеваясь в маске. Зачем нам это, может быть, спросите вы, и этот вопрос останется без ответа, но зачем-то нужно, ведь как это, уроки жизнь нам дает для того, чтобы мы становились лучше. Как это, тоже любят шутить, всегда было два русских вопроса, кто виноват, и что делать, а теперь получился один. А она... Зачем? Но, тем не менее, что есть, то есть. А мы продолжаем общаться с вами. Это Арпитер Бент, это единственная ведущая с бокам в кадре Лена Ларина и мастер технических практик Алексей Рябков. Если предположить, что все ситуации рождаются не просто так, а для того, чтобы мы изменились, можно задаться вопросом, а как лучше всего, быстрее всего изменить себя? Изменить свою внутреннюю суть? Не про внешность мы говорим, а про то, что внутри. Еще же правильно же говорят, что человека невозможно изменить насильственно. То есть, когда ты хочешь кого-то поменять. Я бы, например, кого-то поменять захотела. Но он может измениться сам. И вот это тоже мне хотелось бы вот этот... Момент рассмотреть. ...миф немножко развеять. Хорошо. Можно изменить и другого человека. И себя. Как сегодня про четыре способа я вам расскажу. Это интересно. А пока... А пока мы... Вы можете подумать, что мы про театр, но нет. Как неожиданно с нашей стороны. А пока мы хотим поздравить с днем рождения замечательного человека. Наталью Юдочкину. Это программный директор и генеральный продюсер радиостанции. Метро Наташ. Праздник, счастья, здоровья. Много-много всего хорошего. И очень нравится с тобой сотрудничать, работать. И вообще как-то общаться, общаться. Да. Наш любимый партнер Наташа. Слышишь Наташу, да? А в уме радио, да? И вот про радио. Сегодня небольшой репортаж того дырю, который когда-то мы брали годовщину радио Метро. Давайте посмотрим. Итак, 20 лет. Какой была эта дата, точка отсчета существования радиостанции? Спасибо за проявленный интерес к нам. Для нас это достаточно существенная, весомая дата празднования 20-летия радиостанции. За этот период много чего произошло на радиостанции. Мы стали разные, другие. И мы чтим историю нашей радиостанции с любовью и ко всем, кто делал эту историю. На сегодняшний момент у нас достаточно много проектов. С 2018 года мы проводим серию новых программ, которые связаны с культурой и традицией Китая. И считаем, это новая волна, новая веха в истории радиостанции, которую мы сейчас поддерживаем. Ну, очень интересный подход. А еще я знаю, что радиостанция, она очень живая. Она поддерживает музыкантов. Она действительно как-то на волне того, что происходит в городе. Да, безусловно. Уже на протяжении 20 лет мы поддерживаем санкт-петербургских музыкантов. Естественно, не только. Но звезды у нас в Санкт-Петербурге, они есть. Их много. Все хотят... Все хотят. Все хотят вещания, трансляции своих песен на радио. И мы считаем, это одно из основных направлений, которые мы выделяем. Поддерживать санкт-петербургских музыкантов. Здорово! И еще раз. С днем рождения, Наташа. Да. А мы продолжаем. Вот наш вот такой марафон. А как изменить себя? Да. Ну, собственно, четыре способа. Да. Расскажем про все из них. Первый способ, естественно, как вы подумали, это любовь родителей. Потому что там закладывается фундамент личности, закладываются наши какие-то страхи, какие-то вот внутренние надлоги. Ага. И лечатся они все любовью папы и мамы. И если вы скажете, что вот я уже выросла, я уже большая или большой. Вопрос. Да. Как-то из зала, из ведущей. Не просто выросла, а если любовь была какая-то, так скажем, сложная, так ее назовем. Мы про это уже с тобой говорили сколько раз. Да. Как правило, там проблемы. Вот. Поэтому не хватает этой любви. И спасение утопающих. Это дело рук самих утопающих. И если вы уже выросли, то с помощью практик, да, даже вот Алексей Рябкова практик, можно вернуться в ощущениях прошлого и долюбить себя в детстве. Даря себе, родителям, да, бабушкам и дедушкам, вот, всему своему окружению, эту родительскую любовь. Потому что это то, что меняет прям личность очень ярко, очень кардинально. И меняет не только в моменте, когда вот мы эту любовь дарим. Хотя это самый, конечно, эффективный способ. И даже если мы дарим это просто следом. Дарим это вот через будущее в прошлое. Да, 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 да. То есть кажется, что все уже закончилось. И там ту шестилетнюю девочку не вернуть. Получается, можно ее найти, ощутить. И подарить ей вот ту самую любовь, которой ей не хватило вот именно тогда. Я часто говорю про это. Ну, мы одновременно личность и одновременно душа. И если мы говорим про какие-то внутренние процессы, то это душевные процессы, а не личностные. И изменить их можно только через процессы души. Для личности у нас есть только сейчас. Есть только сейчас, да, вот все вот эти социальные обстоятельства, роли, которые мы имеем, да, и вот только они. А если мы говорим про душу, то для души времени как будто бы и нет. И не как будто бы, а вообще нет. Все происходит одновременно. И я одновременно маленький мальчик. Я одновременно отец. Я одновременно муж. Я одновременно человек, который в поиске отношений и любви. То есть это происходит вот прямо одновременно. И когда мы отделяем себя от маленького ребенка, травмированного, болезненного, и даем ему любовь и поддержку, то это тоже происходит как будто бы всегда. Ну, понятно. То есть это не надо думать, что прошлое ушло, и ты уже ничего не способен изменить. Как иногда еще считаешь, что не надо пилить опилки, не надо передумывать старые переживания. Передумывать не надо, а душой, получается, исцелять надо. Вот вместе с этой ситуацией второй прием, изменить человека, и они как вот стоят в стыке. Ну, обычно я называю его третьим, сегодня я называю его вторым. Это любовь детей. Такой интересный процесс. Ведь не родители выбирают ребенка, который родится. Он вот приходит, вот он такой вот уже какой-то пришел, вот нате, получите, распишитесь. А ребенок перед тем, как родиться, его душа определяет, в какой семье пройти вот этот путь урока в жизни. И приходя в семью, ребенок наступает таким вот учителем, который приносит с собой домашние задания. То есть он придя к родителям, родившись у них, он сразу задает своей собственной кармой, карму для родителей. Будут они богатыми, будут они бедные, разведутся они, будут ругаться, или будут жить долго и счастливо. Он как бы накладывает на их внутренние какие-то бессознательные постулаты свою историю. И казалось бы, вот эта история может быть достаточно сильной, но у родителей тоже есть инструмент, чтобы это изменить своей родительской любовью. То есть это тоже не приговор. То есть если ребенок пришел с уроками, и он стал как-то менять родителей, так скажем, может быть, не в самую гармоничную сторону, потому что действительно, что греха таить, сколько я знаю, расходились прекрасных пар, хотя они думали, что они усилят себя ребенком, а получалось наоборот. Мне нужны такие уроки, я пришел, давайте-ка вот это, и вот и родители начинают продвигаться этим и специально. Но это не приговор, то есть все равно это можно пережить, прожить и поменять в лучшую сторону. Дарим любовь туда, потому что важно не количество времени, а качество, которое мы проводим со своими детьми. И не то, что мы просто сидим рядом, кормим их поем, а то, что еще мы дарим любовь им. Даже дарим эту любовь на расстоянии, потому что каждый человек в этой любви нуждается. А если говорить про детей, то это еще интереснее. Они приходят действительно как учителя. Про нашу историю уже все известно. Приходит ребенок, и он приносит те качества, те энергии, которые этому человеку, этой семье не хватает. И, как правило, у родителей возникает такое недопонимание, потому что этой энергии ему не хватает. Какого-то навыка жизненного, какой-то способности. И на этом, скорее всего, какая-то боль. И, скорее всего, он реагирует немножко не так, как надо. Как-то эмоционально, с переживаниями. Что-то мне тут вот это не то. Ну, кстати, я где-то это читала, что иногда ты негативно реагируешь на детей. Почему не обязательно на своих, а на чужих тоже. Именно на тот момент, где застряла твоя травма. То есть, если, например, четырехлетний орет, ты будешь на него беситься. А семилетний, который капризничает, ты, например, к нему будешь нормально относиться. Потому что там, допустим, тебя уже попроще с этим. Или, наоборот, как кто-то годовалых младенцев не переносит. А потом уже, ну, они выросли, уже вроде как тоже хорошо. И у нас, конечно, может сложиться иллюзия, что мы что-то там вкладываем детей. Вот плохое, хорошее, что мы их чему-то учим. Да, конечно, учим. Но, по большому счету, они больше учат нас. Они растут и что-то привносят. И если их внимательно слушать, внимательно чувствовать, не давать, не забивать их своими какими-то установками и представлениями, то можно почувствовать те энергии, которые они принесли с собой, чтобы что-то раскрыть в нас. Чему-то нас научить. И дать какую-то другую картину мира, в которой мы будем более счастливы. И этот инструмент, он, конечно, чуть сложнее, чем мы говорим про любовь родителей. Да, туда так любовь подарить назад вроде как понятно. Тем более, даже можешь ощутить и маму, и папу, и бабушку, и дедушку, еще бабушку, и дедушку. Даже если ты их не знаешь, все равно можешь ощутить. А здесь-то вообще все сложнее. Там все впереди, как говорится. Но, поверьте, любовь детей – это не менее эффективный способ для трансформации души человека, его личности, его судьбы. Это один из таких ярких способов. И прежде, чем мы расскажем про третий способ... Послушаем хорошую музыку и посмотрим интересный клип. Да. Субтитры создавал DimaTorzok У этих моих лирических души настолько хрупкие, Что впору начать шить юбки, Самой же носить штаны. У этих моих лирических такие дряные поступки, Что впору сколачивать шлюпки и плыть из этой страны. У этой моей лирической, забывчивой, истерической, С синдромом каким-то психическим Все в жизни идет не в попад. То в тихий бык, то в антарктический, То в русский стиль, то в этнический, То новый подъем, То спад. Субтитры создавал DimaTorzok У этих нескладных, но сложенных стихи, В стихии и в сутки, Настолько сердца нечутки, Что ну бы их, да не в мочь. Начать бы мне жить, как положено, Попробовать ради шутки, Но лирические ублюдки Снятся мне целую ночь. Начать бы мне жить, как положено, Попробовать ради шутки, Но лирические ублюдки Снятся мне целую ночь. Снятся мне целую ночь. Снятся мне целую ночь. И вот мы подходим. К одному из самых приятных. Хотя, конечно, Все четыре приятные способы. Да, по большому счету. Ну, вот как вот их неприятные. Не все приятные. Но этот, наверное, Такой способ, Которым пишут поэты, Сочиняют музыку, Рисуют картины. Это всячески. Или как-то драматурги Сочиняют пьесы. Продолжен этот ряд такой. Как это писатели пишут романы. Да, да, да. Правда, им на любовь. Ведь это один из самых ярких способов Включать в человеке способность Любить, дарить любовь, Принимать любовь и быть в любви. Это такой очень сложный, Но достаточно яркий способ. Из-за того, Что у нас много предрассудков, Много ожиданий, Много боли, Много переносов. Даже столкнувшись с любовью, Где мы любим, Мы очень редко, Очень редко, Заходим туда в любовь, Позволяем себе любить И быть любимыми. Потому что, Отношения – это место, Где очень много боли. Потому что мы открываемся, Получаем какие-то травмы, Потом закрываемся снова. И нужна определенная отвага, Чтобы любить, И чтобы вообще быть любимым. И часто, Ну, мы видим манипуляции какие-то, Построенные на отношениях. Но надо понимать, Как правильно пользоваться этим, Таким замечательным чудом, Который оказывается в нашей жизни, Когда ты любишь. Даже если нет взаимности. Вот любовь – Это подарок для того, Кто любит. А не тот, кто любим. И оказавшись в этой ситуации, Когда ты любишь, Нужно не так, Как действовать, Как обычно мы действуем. Вот я тебя люблю, на. Теперь держи. Держи, да. Где мне? Как это? Я вижу тебя. Да. Вот ты держи, И я буду под окнами тебя ждать теперь. У подъезда. Торожить. А когда ты наполнен этим, То есть ты испытываешь, Позволь себе включиться, Наполниться, И расцвести в этой энергии, Прекрасным цветком любви, Позволить себе любить, Позволить себе любовь. И когда ты в этом раскроешься, То количество энергии, Которая тебя наполнит, Оно тебя поменяет качественным образом. Ведь как это, собственно, происходит? Энергия вот этих искренних чувств, Наиболее таких сильных, Каких-то ярких, Она соприкасается с нашей душой, И по мере того, Как она накапливается у нас внутри, Она приводит нас в такие новые состояния. Я называю квантовые скачки. То есть ты был в одном состоянии, Ну вот квантовый скачок мы очень легко видим по воде. Лед, греем-греем, Пах – это вода. Греем-греем, Пах – это пар. То есть от количества энергии, Которая стала больше, Больше, Вещество переходит в другое состояние. Происходит квантовый скачок. Такой же квантовый скачок происходит с душой, Но только этих состояний, Этих ступенек, Их гораздо больше, Если вообще есть какое-то начало и конец. Деградация. Нет. Но тем не менее, От этого количества любви, Когда его становится достаточно, Происходит этот квантовый скачок, И мы становимся чуть-чуть другим человеком. Не таким, каким были раньше. Что там у нас меняется? И когда меняемся мы, Так же неуловимо, Но очень явно, Меняется наше пространство и наше окружение. И те возможности, Которых у нас даже и не было никогда раньше, Они вдруг появляются, открываются. Странным образом меняются люди, Их поведение. Кто-то, кто был с нами близок, Вдруг такой разворачивается, И пропадает просто в глаз. Чувает, да. А кто-то, наоборот, проявляется, Становится ближе, Потому что изменились мы, Изменилось наше внутреннее содержание, И мир меняется с нашим содержанием тоже. И у нас еще один способ, Напомню, да, у нас было, Что любовь родителей, Любовь детей, Взаимная любовь. И четвертый способ мы расскажем чуть позже. Ну, а пока про кино. Да. Великий поэт станет словно мост Между две культуры, Русской и немецкой. Вот фрау Шеллер, Насколько она вам близка, Или вот, может быть, Приходилось себя ломать, Потому что местами вы очень жесткие, Мы смотрели фильм очень резко, И вот насколько вам близка эта работа? Да, конечно, это образ. Я несколько иная в жизни. Мягче. И проще. И в этой героине очень много того, Чему я училась от нее, Потому что в ней очень много цельности, Очень много характера, И силы воли. Она умеет делать выбор. Я ставила себя на ее место, И мне кажется, что иногда я бы сплоховала, Не смогла сделать выбор такой силы В своей жизни, в реальной жизни. Добро пожаловать. Вот ваша комната, Мы подготовили, Располагайтесь. А Света нет. Электриком нашим, Он был. Починим завтра обязательно. И вот Верочка наша приготовила Для вас специально пирожки с капустой. Наши национальные блюда. Нет. Я не люблю русской еды. А, хорошо. Я скажу вам, что и когда готовить. Это ясно? Угу. Кто еще живет в доме? Ага, собственно, мы, дом, дирекции. Вот наша комната напротив. Вам придется найти себе новое жилье. Вот Игорь Гонников сказал, что без вас бы фильм не состоялся. Это же столько вы сделали так, что этот фильм возник на экране. Вот насколько вот ваши ощущения с этим близки? Я считаю, что какой режиссер, такой и актер. Мне просто невероятно повезло, что у меня был такой наставник, мастер, режиссер, друг и так далее на площадке. Если бы не он, эта роль бы не получилась. И что вы пожелаете всем зрителям, которые вот, может быть, в ожидании находятся того, что ученые с теплоды выходят на экран? Я очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, потому что он наполнен любовью. Цельный работник. Ноги у вас красивые, в нашем папе таких нет. Он дурак. Она фрау. А что, у фрау что-то по-другому, что ли? Немецкая? На свете счастья нет, но есть покой и воля. На, змей! Хотел столь! Юрел, что ли? Игорь Станиславович, потрясающий режиссер. Начнем с того, что это моя первая работа в кино, это мой первый опыт. И я счастлива, безгранично, что именно с этим режиссером случился мой первый опыт в кино. Вот. Это просто потрясающе. По поводу работы над ролью, это было... Я не могу сказать, что это было сложно. Вся моя роль – это про любовь. Все идет через любовь, через любовь к героине. В первую очередь, мою любовь к героине. В другую очередь, это же любовь к героине, к Сергею Витальевичу Безрукову. Славяне талантливые, но ленивые. Имею любовь к героине. Картина на сегодняшний день, наверное, я бы сказал, одна из самых настоящих русских и человеческих. Потому что мы показываем не войну во время войны, а на фоне тех событий, в общем-то, человеческие отношения. Это совершенно другое. Понимаете, я как будто немножко окунулся вот в ту драматургию советского кино. Вот то настоящее, чего немножко, может быть, не хватает на сегодняшний день. Ну все, в зал, все заходим в зал. Ты ее любишь. Музей увозят в Германию? У меня приказ. У меня тоже приказ. Мне пойдут в музей, а мы их там всех приобьем. И сюрприз выставляем. Мы говорим про способы. К помощи которых можно ярко, быстро, эффективно изменить свою жизнь, изменить саму себя или помочь измениться другому человеку. И мы подошли к четвертому способу, который ярко отличается от первых трех. Но, тем не менее, он очень тоже может быть понятен тем, кто наблюдает внутрь себя, исследует себя и наблюдает свои состояния. Да. Отправляясь в эту жизнь, человек берет с собой набор подарков, набор инструментов, которые помогут ему справиться. С тем, что с ним происходит. Это таланты. Таланты, как яркие внутренние качества, которые включают какие-то способности, какие-то навыки, создают какие-то ситуации, да. Дают понимание этих ситуаций и их решения. И эти таланты не то, что мы привыкли считать, там, игра на скрипке, там, готовить еду, да. Это гораздо глубже, гораздо больше это состояние, в которых мы раскрываемся в каких-то особенных своих действиях. Ну, смотри, даже, может быть, не так. Может быть, те, кто талантливо играет на скрипке, они молодцы. Они нашли свой талант, они его проявили. Это действительно так. Это не какая-то там усердная работа, а это просто дар, который проявился. Но ведь таланты есть и у экономиста, и у бухгалтера, и у стреляра, и, я не знаю, у кого угодно. Талант делать комплименты, талант вдохновлять, поддерживать. То есть таланты – это не про что-то такое медийное, красивое, то, что как-то должно красиво выглядеть вообще ни с кем-то. Это состояние, это энергия, состояние, в котором мы себя раскрываем по-другому. И у кого-то есть эти врожденные способности к этим состояниям, к этим энергиям, а у кого-то нет. И у кого это есть, это и есть талант. Но талант сам по себе, он, конечно, хорош, но хоть он уже пришел, и наша здесь ответственность, наша ценность в том, чтобы дать ему раскрыться и реализоваться. И когда мы находимся в проявлении своих талантов в каком-то творческом деле, в сотворчестве, или там, где мы прям светимся этим внутренним светом, тоже происходят эти яркие преобразования. Но ведь талант – это не все, что дается человеку при рождении. Да. Исследуя вот эти внутренние способности, которые, чем больше ты в них раскрываешься, чем больше ты в этой энергии находишься, тем ярче они раскрываются. Можно выделить более яркие способности. То есть, если говорить про таланты, то это такие палочки-выручалочки. Ну, то есть, ты приходишь с определенным набором уроков. И вот тебе, пожалуйста, на эти уроки есть инструменты, которые тебе помогают. Ну, то есть, как мольбер – это кисти у художника, да, там, собственно говоря, сам холст. Нет. Это если тебе нужно идти через горы, тебе в наборе дают этот самый молоток этот, кирку и канат. И это тоже. А если тебе нужно рисовать, тебе дали краски. На. Ну, условно говоря. Ну, то есть, если там тебе нужно через море, а ты умеешь полавать, понимаешь? Ну, вот. Да, 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 да. То есть, вот это такие, как бы, способности, которые они тебе помогут в тех уроках, а ты это умеешь, да? Да, да, да. Если ты эту способность используешь, ты проходишь этот урок прям легко. А если эта способность у тебя не реализована, то это будет трудно. Но тоже можешь пройти. То есть, такая вот помощь. И если говорить про раскрытие вот этого внутреннего потенциала, то есть более яркие проявления, я их называю дарами. Ну, то есть, то, что для тебя это талант. И, в принципе, можно помогать и другим этим талантам, да? Да, да, да. И другим талантам раскрывать. Но дар – это что-то, что дается не совсем для тебя. Это как будто через тебя дается всем остальным. И здесь уже в каком-то смысле внутренняя ответственность за это проявление. Ну, если говорить про духовный план, да, то ценность одной души, вот, она такая же, как ценность всех остальных душ. То есть, вот, она так же бесценна. И вот жизнь, она к нам благодарна. И она ищет возможности привести нас к нашей соревновализации, к нашему счастью. И не только нас, и все остальные души, которые рядом с нами находятся. Или даже не рядом, но вот в каком-то контакте с нами. И поскольку не все могут помочь себе сами, не все могут, вот, имеют возможность использовать эти инструменты, про которые я себе сейчас сегодня говорю, для них вот как раз и вот эта возможность дара, она, которая, у кого-то этот дар проявляется через музыку. Ты послушал, у тебя что-то внутри ёкнуло, это такое, о! Мне что-то поменялось. Что-то поменялось. Увидел картину какую-то, да, попробовал какое-то блюдо. Ну, и человек сам, когда писал эту музыку или картину рисовал, он поменял себе что-то, ну, открыл себе этот дар, раскрыл его для кого-то. Ну, наблюдая за людьми творческих профессий, и не только, да, людьми, у которых этот дар раскрыт, можно сказать, что вот есть личность со своими достоинствами и недостатками, и недостатками тоже, да, в том числе, а есть дар, который пробивается через них, вот. И дар это что-то более глобальное, более вечное, вот. И несмотря на те внутренние какие-то сбои, травмы, какие-то надломы, внутренние конфликты, дар пытается пробиться через человека, и когда он позволяет в себе этому раскрываться, с одной стороны, он очень сильно преображает, с другой стороны, он высвечивает эти внутренние конфликты, да, и заставляет их решать, проходить эти уроки. Но, когда ты реализуешь себя в своих талантах, в своих дарах, жизнь становится благодарной и дает тебе бонусы для изменений. Вот, кстати, по поводу бонусов, интересная история, но я расскажу позже, да, после нашего, чего там у нас? Тогда у нас только стихи остаются. По стиху. Да, сел и стих, как шутит Катя Шенина. Да. Скрипка издергалась, упрашивая, вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, 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 а сам устал, не дослушал скрипкины речи, шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чуже смотрел, как выплатилась скрипка без слов, без такта, и только глупая тарелка где-то полязгивала. Что это? Как-то? Когда геликон, меднорожий, потный, крикнул, дура, плакство, вытри, я встал, шатаясь, полез через ноты, под ужасом загибающиеся пипитры. Зачем-то крикнул Божие, бросился на деревянную шею. Знаете, что скрипка? Мы ужасно похожи. Я вот тоже так ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются, влип как. Пришел к деревянной невесте. А мне наплевать. Я хороший. Знаете, что скрипка? Давайте жить вместе. А? Ну, так иногда поэзия прикликается с тем, что мы говорим. Иногда как-то даже приходится это, может быть, подтягивать одно к другому. Но все равно резонанс всегда есть. В настоящем творчестве вселенная говорит устами артиста, поэта, музыканта. И это как раз и есть проявление дара. Есть, конечно. Если говорить про бонусы. Иногда бывает такой момент, когда вселенная что-то делает нашими руками. Иногда мы выступаем условно в роли демона, иногда в роли ангела. Сказать, что какая-то роль плохая, хорошая, ну, не надо так говорить. Потому что иногда нужно что-то закончить, разрушить. Для того, чтобы дать дорогу чему-то новому. И это неприятная функция, но она тоже нужна. А иногда ты каким-то своим действием, которые ты просто делаешь бескорыстно, как-то внутрисердечно. Там, не знаю, слава поддержки. Или там, типа, классная кофточка, да? Ну, да. Вроде тебе это ничего не стоит. Перевел бабушку через дорогу, да? Чем-то кому-то помог, да? Это не та бабка, о чем говорят мужчины. Открыл дорогу кому-то. То есть, сделал что-то, что, ну, прям... Тебе, как правило, не требует никаких усилий, да? Но ты вот прям искренне помог. И вселенная за это благодарна. И что интересно, для тебя это не требует усилий, а для того человека это какой-то переломный. Прямо яркий, переломный момент жизни, который, ну, вот его раз и куда-то направит. Он по-другому начнет что-то там думать, чувствовать и будет на эту точку опираться дальше. И за это вселенная дает так называемые бонусы. Ну, то есть, какие-то возможности к изменениям, которые мы можем тратить. Да, как странно звучит, тратить на свои какие-то намерения, желания, там, устремления, да? То есть, вот на решение каких-то конфликтов или реализации своих каких-то... Ну, материально и морально она всегда переплетается. Это тоже нормально. И не надо, может быть, этого стесняться, что мы периодически, ну, где-то в чем-то, да, и должны быть по-хорошему расчетливы. То есть, получается, я немножко обманул. Я сказал не четыре способа, а целых пять. Ну, это бонус. Вы перечислили. Любовь родителей. Да. Любовь детей. Взаимная любовь. Дары и таланты. Объединим их вместе, потому что все равно... Ну, все равно, да, да. Трудно разделить и понять, где разница. Они очень связаны. И помощь другим. Так называемая вот эта вот карма-йога, когда ты каким-то своим бескорыстным... Ну, иногда это может быть не совсем бескорыстное, да, что же надо назвать. Но без какого-то ощущения выгоды. Ну, искренне, да. Самое главное, чтобы это было искренне. Может быть, даже в этот момент ты и думаешь все равно про то, что ты делаешь доброе дело. Как иногда говоришь, про это даже не надо думать. Не, ну почему? Надо думать и осознавать, в конце концов. А потом можно ты, ну что, не ту бабку перевезти, не через ту дорогу. Вот я цитирую. О чем говорят мужчины. Ну, в любом случае это должно быть искренне. То есть ты находишься в контакте с собой и чувствуешь, как Вселенная через тебя реализует какие-то свои задумки. Вот такие пять способов от Алексея Рябкова и Елены Лариной. Получается, да, я уже в этом соучаствовала. Ну, что же, надеюсь, что потом мы вам расскажем еще тоже много интересного. А пока напомню, что это была программа Art Peter Band. Вы рассказали еще про какие-то все-таки и городские хорошие события. И с вами были единственные ведущие за покам в кадре Елена Ларина и мастер целительских практик Алексей Рябков. До встречи. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Рада встречи. Пока. Пока.